Блудный сын Он как раз коснулся позиции старшего сына, что он, будучи в доме отца, чувствовал себя как кем? Сиротою. И когда пастор Олан приехал, и мы понимаем, что на следующей неделе у нас будет семинар об отцовстве, я думал, как интересно. Значит, нужно что-то продолжить. Я думал, значит, мне нужно будет поговорить о младшем сыне немножко, чтобы это была как бы конкретно позиция. Вот у нас в прошлый раз был Александр Эппс, говорил о старшем сыне, я буду говорить о младшем сыне. А Олан как раз три дня возьмет говорить об отцовском сердце. Это было как раз интересно, это все будет у нас в интернете. Те, кто хотят посмотреть, вы сможете это наслаждиться. Но и что интересно, я решил это сделать, и я думаю, как все-таки и Саша сказал, почему эта притча называется притча о блудном сыне. Ведь часто всего у нас негативное отношение к этому младшему сыну. Слово «блудный сын» чаще всего люди считают, что он распутный, промотал свои деньги с блудницами, то есть с проститутками и так далее. Хотя старший сын об этом говорит немножко, хотя он не знал, с кем он размотал свои деньги, но он об этом как бы пытается говорить. И я посмотрел, и я понял, что фактически слово, которое используется там «блудный сын», его на греческом языке, потому что Евангелие было написано на греческом языке, то, что к нам дошло, там имеется два оборота. Один оборот означает именно «блудный», то есть «распутный», а другой «расточитель», расточил все имение. И фактически украинский перевод, то есть я вам почитаю два местописания, одно, то есть на разных языках. Современный русский перевод. Вскоре после этого младший сын собрал все и отправился в далекую страну. Там он стал бездумно растрачивать свои деньги. И украинский перевод говорит «А подо богатех дни взебрав сын молодче усе, да подав до далекого края, и расстратив маяток святам, живучи марнотратно». А «марнотратно» означает «бессмысло трачущее деньги». Другими словами можно сказать, что фактически, когда мы говорим о блудном сыне, мы иногда имеем не то понимание, что это означает. Сын, который растратил деньги свои или то, что принадлежало ему, безрассудно. Но вот смотря на все это, я хотел бы, чтобы мы понимали, что Бог хочет, чтобы мы были правильными. И в этой истории есть очень интересные вещи. Описание личности младшего сына трактуется как низкого, гадкого. Чаще всего сравнивается это с людьми, которые пропадшие в этом мире, они негодные. И чаще всего говорят о какой-то такой, с таким негативом. Проповедники используют эту притчу во время евангелизации, пытаясь людям, которые далеки от Бога, которые фактически не показывают, что когда-то вы были с Богом, вы ушли, вы без Бога живете, вы тратите свою жизнь ни на что, вам нужно вернуться обратно. И фактически это правильно, потому что основная мысль, которая идет в этой притче, это покаяние, раскаяние, приход обратно в отцовский дом. И я, несомненно, ничего нового не смогу добавить, потому что эта притча связана с покаянием в грехах, примирением с Богом. И я всего лишь хочу расширить диапазон нашего мышления. Александр очень серьезно, конкретно пришел к тому, что даже сын, который в доме, у которого все есть, и может чувствовать себя сиротой. Многие даже отождествили себя с этим, потому что негодование к тому, что происходит, что ты можешь пользоваться тем, что ты можешь пользоваться, но не пользуйся. Ты чувствуешь себя сиротой, не имея общения с Богом. И я хотел бы открыть суть и характер младшего сына, хотя часто считают его бутовщиком. Очень часто проповедники считают, что сын это не просто блудный, он еще бунтарь, и с этим бунтарем нужно было что-то делать. Но давайте начнем 15 глава, 11 стих. И сказал еще, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них, отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение, то есть видно, похоже, что старший сын в этом не участвовал, но разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын собрал все, пошел в дальнюю страну и там растратил имение свое живя распутно. Когда же он пришел к визите, когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той, и тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не дал ему. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего, избытывающих хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему, скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достойно зваться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал, пошел к отцу своему. Когда он был еще далеко, увидел отец его, и сжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против тебя, то есть пред тобой и пред небом, и уже не достойно зваться сыном. А отец сказал вам своим, принесите лучшую одежду, оденьте его, дайте перстень на руку его и на обувь ноги. Вернее, обувь на ноги. И приведите откормленного к теленку и закалите его, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв, и ожил, пропадал, и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле. Возвращаясь, когда приблился к дому, услышал пение и ликование, и призвал одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол, и окормил теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал ему в ответ, отцу, вот я столько лет служу тебе, никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. Когда же этот твой сын, расточащий имение свое, с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. А то надо было радоваться, веселиться, что брат твой сей был мертв, и ожил, пропадал, и нашелся. И интересно, что когда мы говорим о блудном сыне, вот эта притча о блудном сыне, мы не смотрим на глубину сути. И там написано, что это твой сын, который расставил имение свое, как хотел, и ты его принял. Надо было тому радоваться, что твой брат был потерян и найден теперь. Притча не просто о блудном сыне, это притча о потерянном сыне, которого можно было не дождаться. Иисус Ишуа говорит эту притчу в связке с предыдущими терминами, которые мы услышали. Если вы начнете читать 15 глав с 1 стиха, говорит это о потерянной овце, о потерянной драхме. И он говорит о связке, но тут вдруг он говорит эту притчу как о личности. И что интересно, я вам сделаю одну вещь, чтобы вы заметили. Если в двух предыдущих притчах говорит о том, что пастух пошел искать эту овцу заблудшую, потерянную овцу, и женщина, которая потеряла свою драхму, она пошла и искала, и радовалась, то здесь он говорит немножко по-другому. Он говорит, этот сын решил сам уйти, взять то, что по праву принадлежит ему, и он об этом думает, и он ушел. И отец не пошел его искать. Он решил его ждать. И услышите сегодня, чтобы было понятно. Чаще всего люди говорят, а что, трудно было прийти, спросить, сказать. Но здесь эта притча показывает, что есть обстоятельства, где человек делает решение, за которым не нужно бегать и упрашивать, или искать его. Его нужно ждать. Это не просто притча о блудном сыне, это притча о потерянном сыне, хотя и близким. Мы должны сказать, что Ишу говорит о семейных отношениях, которые сложились в этом доме. О том, что юноша, достигший возраста своего по праву, по праву именно в возрастном праве, он решил взять свое имение, свою часть. Я смотрел причины, когда разделяется имение. Имение делится между сыновьями по закону Моисея, это второзаконие, 21 глава, 17 стих, на части. Первому сыну, первенцу, всегда принадлежит третья часть. Или две третьих, будем говорить, две третьих. И последняя часть отдавалась младшему сыну. Младшему сыну больше всего любви было определено, потому что он получал меньше. Но больше всего любви оказывалось младшему сыну или же детям после первенца. Потому что все остальное принадлежало первенцу. Но оно могло быть использовано только после смерти отца. И чтобы, знаете, мы понимаем, что отец соглашается отдать ему эту часть по любви своей к нему. Он пытается сделать то, что может быть противоречит закону Моисея, но он отдает, потому что младший сын. И это близко к нему. Он любит его. Король Лир, который мы читаем, он разделил свое имение, помните, между своими дочерьми. А потом его что? Его выкинули. Ему не нужен стал. Поэтому Библия чаще всего говорит о том, что не может отдаться имение без смерти, кто имеет это имение. И что интересно, что этот молодой человек, он пытался кушать рожки, или как бы это питание, которое считалось... Это было растение, которое питались животные и бедные люди. Есть одно выражение, я вам прочитаю ее. Когда евреям приходится есть рожки, тогда они каются. Одно из выражений раввинов. Основываясь на этом месте. Когда евреям уже приходится есть рожки, они готовы каяться. Но придем обратно к сыну. Что происходит? Ишу говорит эту притчу, потому что он понимает, что у человека есть воля, решение, с кем он хочет быть. Если овца, она связана именно со стадом своим, и что ее нужно найти, и потерянная драхма сама не найдется, то здесь имеется в виду воля человека, которая не может быть связана по причине давления или же эгоизма. Здесь дается выбор. Причина ухода молодого юноши не указана. Она просто не показана, почему эти вещи происходят. А это значит, что можно ее просто обыграть любыми проповедниками. Причины нет. Ишу они указывают причину, почему этот человек ушел. Но можно разыграть любые ситуации. Мы можем сказать о том, что этот молодой человек бунтовал, он вырос, ему не хочется уже быть под властью отца. Может быть, они там ссорились. Отец был деспотом, заставлял его работать на этих полях. Может говорить разно, но истинно сын, он находится в доме. Он вырос в доме. Он ушел лишь потому, что он так захотел. Чаще всего, почему дети уходят из дому, которые уже выросли, стали взрослыми? Потому что они стали самостоятельными. Чувство самостоятельности приходит в зрелом возрасте. Когда юноша чувствует, что он в силе нести ответственность за свою жизнь. Может быть, в действительности были отношения между сыном и отцом не очень хорошие. Может быть, там было какое-то учение, как бы отец заставлял сына что-то делать. Но чаще всего взрослые люди, взрослые сыновья уходят из дому не по причине каких-то серьезных обид, а по причине, что они внутри чувствуют, что они готовы самостоятельно уже действовать. И в этом заключается самая большая проблема этих молодых людей. Потому что они чувствуют внутри себя, внутри себя, я чувствую, что я смогу сделать это самостоятельно. Мне не нужны советы, мне не нужны ваши мнения. Вы не современные родители, у вас не такое мышление, мы по-другому думаем. Вы жили уже в СССР, мы живем в это время. Так мыслит молодежь. Ничего страшного с этим нет. Этот юноша, может быть, по этой причине и захотел свою долю. Хотя мы понимаем, по закону Моисея, там должно быть разделено это все имущество. Но я подумал, почему люди так считают, что этот юноша в притче был эгоистом. Почему он забрал свою долю, не дождавшись распределения. И чаще всего негатив идет в сторону того, что ребенок забрал имущество отца. А давайте подумаем по-другому. Я стал рассуждать и начал думать, что бы заставило моего сына попросить у меня имущество. И я понял, он мог бы попросить имущество, если он туда вклал что-то. Понимаете, нет? Когда человек вкладывает во что-то свое время, свои финансы, свой опыт, то впоследствии он чувствует, что то приобретенное имущество, или тот вклад, который он вел, это очень важно, очень серьезный, что без него, без его вклада, без его совета, без его работы этого имущества бы не было. И фактически они правы. Такого большого имущества не было. Но это серьезное мышление вкладывается в молодежь сегодня. Именно таким образом люди думают, что фактически я работал. Этот юноша, он работал. Когда он родился, отцу было, наверное, радостно, когда дитя родилось. Правда? Когда оно родилось, ты же не взял вот эта часть твоя теперь. Можешь, иди, куда хочешь, туда иди. Такого не происходит. Когда дети рождаются, радость и ответственность. Боль и скорбь приходят. Учение и, как бы, знаете, вот, наставление. Прилагается опыт, учится, как зарабатывать деньги. Поэтому он растет в этом доме, приобретая опыт, который помогает этому имуществу увеличиваться. Потому что старший сын, говорит, он пришел с поля, говорит, я работал на тебя все это время, а ты мне дал мне и козленка. Младший сын, он чувствовал себя, что он достаточно вложил в копилку дома, что он может взять свою часть и сказать, достаточно, я смогу быть самостоятельным и быть лучше, чем мой папа. Может быть, это и была мотивация, которая сложилась в этом юноше, чтобы взять свою часть и быть самостоятельным, и не доказать, что он лучше всех, а сделать, может быть, еще больше, лучше. Может быть, стать более прогрессивнее и, знаете, вот, более богатым. Может быть, но как она часто похожа на тех людей, которые рождаются в общине, в церкви. Они рождаются в Доме Божьем, они их учат, их наставляют, они приобретают опыт, они даже приносят в копилку Божьего Царства много хороших вещей. Но приходит какой-то момент, и они чувствуют, как будто, знаете, они так много вложили в этот дом, а что, знаете, вот, а ему нету почета, у него нету, как бы, вот, хорошего почтения, уважения. Послушайте, моими детьми мы разговаривали очень просто. Я от них требовал, а потом спрашивал. Когда-нибудь замечали, что между мужчиной, или отцом и матерью различный подход, как сказать, воспитания? Замечали, нет? Женщина, как наседка, она очень защищает своих детей, чтобы только-только ничего там не произошло с ними, она их наставляет, еще ничего не произошло, она уже ему говорит, что не нужно делать. И очень, как, давайте, как хвощик, вот, и цыплят, и все. А мужчины, или отцы, они не таким образом, как бы, учат своих детей. Они путем опыта, жизненного опыта. Я помню, когда мои дети, как только там где-то лезут на дерево, Татьяна, а, не лезь, не лезь, не лезь, не лезь. Я говорю, слушай, дай пускай он туда грохнется. Поймет, что там не нужно, ты так делай, так будет нормально. Он говорит, поломает руку. Ну, поставим гипс. Вот, бессердечный. Так нет, я сердечный. Я хочу, чтобы он, это мой, это моя часть, которая, Я хочу, чтобы мои дети, ну, как бы, им говоришь, не надо, они делают. И начинаешь с ними спорить, что-то еще, нет, доказывают. И мой подход, ну, ты хочешь, сделай, ударился головой, Вот, теперь идем, поговорим. Вот, давай, вот, сядь, вот, вот, я шишка на голове. А чего? Больно. Конечно, больно. Если бы ты не полез туда. Вот, нужно было послушаться маму. И начинается аннотация. Слушайте, в каждой семье, и в этой же семье тоже было так же самое. Отец учил сына путем опыта, именно испытания своей жизни. И в каждой семье всегда есть какие-то, не совсем, может быть, договоренные вещи. У отца есть это право, через, может, трагический опыт, чтобы дети приобретали, ну, в себе имение. Я не знаю, что происходило между этими двумя личностями, младшим и отцом. Но что я понимаю, отец требовал от него не только послушания, а ответственности. И чаще всего, когда мы требуем ответственности от наших детей, они считают, что мы не все видим, что и хотим. Они даже хотят, чтобы... Дай мне это пережить. Дай мне увидеть. Дай мне удариться. Дай мне испортить. И тогда будет хорошо. Однажды мне человек сказал, пастор, я хочу, как блудный сын. Попробуй, а если не получится, вернусь. Вопрос не в этом. Вопрос не блудного сына, что он ушел, пришел. А чувство, что ты имеешь что-то, что-то приобрел, что-то в доме отца ты научился. И тебе кажется, что если ты будешь самостоятельным, ты сделаешь намного лучше, чем твой отец. И сердце отца всегда говорит, это неправильное решение. Но мы позволяем детям нашим делать что-то, чтобы потом можно было их принять. Мои дети, они знают, что со мной можно как бы ко мне прийти и поговорить со мной. Даже когда они делают ошибки, тяжелые, глубокие ошибки, которые им потом как бы боком вылазят, все равно они знают, что можно прийти к отцу, потому что это их дом. Они не чувствуют себя сиротами. Мы иногда, знаете, на повышенных тонах разговариваем. Мы иногда доказываем друг другу некоторые вещи. И приходится настаивать на чем-то. Но когда происходят вещи, и у них есть смелость прийти и сказать, да, ты был прав. В жизни этого молодого человека произошло крушение. Сказал он отцу, дай мне следующую мне часть. Дай мне то, что я вклал в этот дом. А дай мне мою часть. Я только много работал, так много вложил. Дай мне то, я пойду и сделаю так, как я посчитаю нужным. И что удивительно, что самое печальное, то, что у этого сына болело сердце. О том, что он хочет быть разорван от этого дома. Отец не бежал за ним. Ну, пожалуйста, останься, без тебя будет плохо. Дорогой, милый, умоляю тебя, кто будет за мной смотреть мои старости и так далее. Без тебя весь бизнес рухнет. Он отпустил его. Но он ждал. Может быть, он и посылал своих слуг, как Александр Эб сказал, для того, чтобы немножко денег у сына вытащить, чтобы он растратился поскорее. Может быть, Бог иногда тоже такие вещи делает. Он позволяет человеку уйти и начинать жить, как он хочет, но посылает своих слуг, чтобы те немножко допекли его. Довели до ручки, до кондиции. И когда совсем будет плохо, вот здесь нужно сенс сказать себе, достаточно, хочу вернуться. Может быть, но здесь интересно, что вещи, которые происходят с этим молодым человеком, они показывают о том, что возвращение блудного сына на самом деле становится болезненным и трудным. Если бы это было бы легко, он бы сразу при трудных обстоятельствах это сделал. Если вы заметите, я еще раз почитаю местописание, в 14 стихе говорит, когда же он прожил все, настал великий голод. Я преподаю в библейской школе и учу гомолитику, как правильно проповедовать. За все эти годы я знаю множество молодых людей, которые говорят, «У меня такая проповедь есть, у меня такая есть проповедь, я вот там черпнул что-то, и здесь черпнул там». Знаете, и через много лет они говорят, «Пастор, скажи, откуда ты берешь эти все идеи?» И говорят, что такое? «Я весь исчерпался». Очень часто люди получают какую-то идею в Доме Божьем, в Доме Отца. Следующее, что они делают, они культивируют и говорят, что «Я эту идею могу сделать намного красивее и более, знаете, вот серьезнее». Они просят, чтобы их отпустили, они уходят для того, чтобы сделать что-то уникальное, начинают тратить тот дар, который они имеют. Но написано, что тратили попусту, они транжирят. И когда приходит состояние банкротства, когда ты уже все, о чем ты думал, там, два года, и ты уже опроповедовал все, что все идеи, которые у тебя были о построении бизнеса, или же там благополучие, или все проповеди евангелизационные, ты уже исчерпал, и видишь, что оно не приносит никакого дохода, то есть ты банкрот. Знаете, что в это же приходит? Голод. Ты начинаешь искать, что еще найти? Где еще взять идеи? А ведь все идеи дома. Вы понимаете? Среди людей, среди дома, в котором ты находишься, там приходят все идеи, потому что среди стола, среди общения, ты получаешь идеи идти выше. И здесь приходит голод, и этот человек, если бы на самом деле этот юноша увидел, что он уже банкрот, и имел бы сердце сына, он бы сказал, слушай, секунду, у моего отца всегда был хлеб, пойду к нему. Мои дети, когда у них кончаются деньги, они приходят ко мне. Пришел новый русский, старому еврею, говорит, папа, дай денег. А что это означает? Означает то, что мой сын, он чувствует меня отцом, и я чувствую, что он мой сын. И он говорит, я сын своего отца, и если мне сложно, я к нему могу подойти и пообщаться. И если у него нет денег, у него нет денег, но если у него есть финансы, помочь мне, он обязательно поможет. Даже сегодня утром сын уезжает и делает зубы, говорит, папа, помоги мне, мне нужно немножко денег, чтобы зубы замельчить. Я говорю, все будет нормально. У нас есть отношения. Когда сын понимает, что он банкрот, он идет в дом отца, потому что он не сирота, он сын. Но этот молодой человек посчитал, что это трудно, сложно, это проблематично, это гордость мешало. И он пошел, пристал к кому-нибудь из той страны. То есть, другими словами, он начал искать выхода из положения, пристать к кому-нибудь, чтобы кто-нибудь его накормил. И чаще всего это сиротское состояние не приносит никакого плода. Он бы желал бы напитаться от этих стручков, но никто ему не давал. И чувство это, которое он переживает, что он голоден, он умирает. Он не имеет того, что он имел в доме отца. Все равно, для многих становится гордой позицией, я все равно не пойду в дом отца, потому что, когда мне было 13 лет, должна была быть бармитва, а он работал, он не заметил, на день рождения не позвонил, а я так ждал его звонка. Вчера были у Олега с Ирой. Ира говорит, я помню, я помню, как мне было так больно. У меня 30 лет мне исполнилось, я накрыла стол и планировала сделать одно, второе, третье, и вдруг ко мне никто не пришел. Я говорю, а чего? Потому что у вас тоже было день рождения в этот день. Все пришли к вам. Я говорю, Ира, ах, если б я знал. Но такие вещи, знаете, вот они сразу вспоминаются, а что? А что папа не сделал для меня? Что в этом доме меня сдержат? Они мне не дают одно, второе, третье. Что мне туда идти? Услышьте, сыновство, настоящий сын, он знает, что в доме отца всегда есть хлеба много. А мы знаем, что без Библии говорит, принесите ваши десяти, да куда? В том Божии, чтобы там что? Было достаточно хлеба, чтобы там было достаточно пищи, чтобы там можно было питаться, чтобы там можно было брать идеи, чтобы там можно было развиваться, чтобы там было построение, и твой удел, твое имущество, оно приумножалось. Что интересно в этом сцене? Мы скажем, очень много негативного, да, действительно, это как бы слово к больше как бы тем, кто, может быть, грешники, но я хочу увидеть позитивную сторону, того, чего многие люди, которые обижены на Бога, не делают. Встречали обиженных людей на Бога? Могут, как их много. Зайдешь в интернет, попробуйте войти, посмотрите, что они говорят вам. Задайте, любую, любую тему задайте. Бог есть любовь, и вам высказать все, что он думает о Божьей любви. Но есть обиженные люди, что они должны сделать? Посмотрите, что делает сын? Этот величайший пример, который для каждого из нас может быть примером. Самое главное, написание говорит, что он пришел в себя. именно слово «прийти в себя» означает, я вам почитаю этот. Этот оборот речи весьма выразительный. Такой оборот употребляется, когда после тяжелой болезни, сопровождаемой потери в создании, человек приходит в себя, когда к нему возвращается сознание. Вот это слово там используется. Пришел в себя, приходит в сознание, что я сделал? Первое, я потратил все деньги. У меня ничего уже нет. Самое унизительное, еще использует это выражение, что он пас свиней. Да? Для иудеев. Хороший термин. Означает о том, что даже самое низкое положение, которое в твоей жизни бы ни было, что бы в твоей жизни ни происходило, когда ты остался вообще на нуле в своем духовном состоянии, и ты вообще чувствуешь себя раздавленным. И тогда в это время Бог хочет, чтобы ты пришел в сознание того, что у тебя есть дом, у тебя есть место, где тебя ждут. В этой истории есть позитив. Позитив очень простой. Правильное решение всегда сопровождается не только осознанием и раскаянием, а действиями. Многие люди сожалевают, что произошло в их жизни. Они сожалевают, что они поссорились с другими друзьями. Они сожалевают, что поссорились с пасторами, с служителями, с людьми в общине, либо вообще сожалевают, что произошло. И они каются, они говорят, простите, ну, так произошло, таким я есть. Но у этого сына, у него не просто было раскаяние в том, что он сделал, у него было реальное решение. Вот это решение иногда сложно людям сделать. Что он делает? Он говорит, я встану, пойду к отцу моему. Я встану, пойду к отцу моему. Мало раскаяния, нужно сделать действие. Иметь понимание, что у тебя есть дом, где было и есть изобилие. Чаще всего, когда я встречаюсь с людьми, которые далеко от церкви были, по какой-то причине, по разным причинам, когда они берут смелость возвратиться в церковь или же там, где они получили духовное свое рождение, через время они, те, кто поискренне хотят, вот они чувствуют, что они сыновья, они поднимаются в духе. Они чувствуют, что их там любят и они неотвержены. Вы именно в тех, кто в таком положении должны сделать первый шаг свой. Что интересно, отец всего лишь ждал этого сына. Он не бегал за ним по всему миру и умолять его вернись, приди, ну пожалуйста. У нас некому овец пасти, у нас некому косить траву уже некому. Один твой старший брат и знаешь, он не справляется. Он этого не делал. Он знал, что то, что он вложил в сына, то, чему он его учил, поможет ему сделать правильный выбор и возвращение домой. Почему я говорю о том, что он должен был вернуться домой? Потому что отец его ждал. И он знал, что сын сделает правильный выбор. Что этот юноша еще сделал? Он сделал шаг и не только. Он набрался смелости и дерзновения перед Богом посмотреть своему отцу в глаза. Посмотреть ему в глаза. Немногие могут это сделать. Немногие могут вернуться к своим обидчикам и тем, кто люди нанесли серьезные раны, и потом ты им в обратку сделал того же самого. Прийти и посмотреть в глаза. Чаще всего по-русски мы говорим «Итак, давай решим, кто виноват». Сын сделал нечто. Он понимал, что ему нужно будет встретиться глазами с отцом. То, что мы говорим лицом к лицу, нужно встретиться с отцом лицом к лицу. Нужно было сказать, и он говорит, когда я это сделаю, я скажу нечто, я скажу «А, отец, я согрешил против неба и против тебя. Я уже не достойно называться сыном». Это следующий пункт. смотреть в лицо отца и не ожидать, что ты или он тебя каким-то образом примет и поставит в эту позицию. Многие люди считают, что если они делают одолжение пасторю, служителю вернуться в церковь, они делают одолжение. Слышите, нет? Одолжение. Ну, я пришел и я пришел. Однажды человек, который, я прямо говорю, что я запретил приходить в общину, я говорю, ты просто пожалуйста, не приходи в нашу общину, потому что то, что ты делаешь, это неправильно. Вот есть другие общины, я могу посоветовать другие церкви, другие общины. А что, лучше есть? Так зачем ты считаешь это лучше и начинать ее расстраивать, говорить всякие гадости и все ситуации? Ну, зачем? Если ты не хочешь созидать, как сегодня сказано было, созидать то, что Богом поставлено, зачем грабить? Зачем уничтожать? Если ты хочешь, иди где-то в другую сторону. Здесь уже понимание того, что именно этот сын, он смотрел глаза отцу и говорит, я не достоин называться сыном. Смирить себя в том положении, что я не ожидаю ничего такого, я ожидаю просто быть в доме, где есть милость Божья. Не ожидать почести от того, что ты вернулся. Свободно принять любое решение отца. вот эти некоторые позиции, которые у сына, они созрели. Я помню, как бы у меня была ситуация с Романом, и я вот честно говорю, я тебе скажу так, в этом доме такого не будет. Он говорит, ну тогда я ушел. Я говорю, иди. Он взял свои вещи и ушел. как всегда мама говорит, ну слушай, что ты делаешь? Ну пойди, ну проси, пускай придет. Говорит, нет, я не буду. А внутри так болит. Так оно болело, знаете, и так печально думаешь, слушай, ну ты же здоровый мужик, лучше бы сказал, сынок, ну ладно, там бывают какие-то все. Но понимаешь, что не нужно. Проходит время. Мало того, что он не вернулся домой, он пошел еще к друзьям ночевать, тут совсем Татьяна не спит, я не сплю, волнуемся, где происходит. Мы ожидаем, что он вернется. Мы ожидаем, что он вернется. И через время он приходит, ну он хотел еще гитару забрать с собой. Я говорю, подожди, эту гитару купил я, да не можешь ее взять. Лишал его все возможности заработать деньги. Но при всем это он приходит, и знаете, он говорит, пап, слушай, прости меня. Я понимаю, что я хочу как бы самостоятельности, но а также я понимаю, что ты меня любишь. нет, не для одного сына нет идеальных отцов. Спросите любого подростка, он скажет, у меня отец не идеальный. То есть, всегда найдется что-то такое, но настоящий сын, не сирота, настоящий сын скажет, но отец у меня самый лучший. сирота будет искать возможности не вернуться домой. Сиротский дух, он будет гонять человека с одного места в другое, от одного свинопаса, к другому свинопасу. Понимаете, вот будет гонять его, а настоящий сын, он знает, что его ждут дома. Он знает, что нужно будет встретиться с отцом, нужно будет поговорить, он знает, что ему сейчас не нужно говорить, давай подумаем, а кто же это виноват все-таки. Он скажет, слушай, ты отец, ты имел право, ты прав, давай мы будем строить вместе наше будущее. Почему я говорю об этом? Потому что на следующей неделе будет у нас семинар «Сердце отца», где открывается любовь к обоим сыновьям, что старшего и что младшего отец любит. Мы понимаем, что между братьями тоже были проблемы, потому что старший сын не хотел видеть младшего, и это реально. Но сегодня я призываю всех тех людей, которые может быть почувствовали, что они не согласны с отцами своими. Не делайте поспешных выводов. Для тех, кто сироты, придите к Богу, Он вас исцелит. Те, кто сыновья, попытались самостоятельно что строить, и у вас не получилось, идите к отцам. Но у нас есть один отец из небеса, который всем может помочь. Писание говорит о том, что в последние дни я примирю с отцов, с их сыновьями. Об этом моя молитва. Как пастор, как служитель, я вам скажу честно, я встречаюсь с многими-многими пасторами. И у нас всегда болит сердце о том, человеке, который потенциально хороший человек, любит Бога. По какой-то причине взял свою долю и решил начинать служение, начинать что-то действовать. выпросил свою часть. Нам тяжело видеть, когда рушатся способности человека. Мы смотрим с пасторами и говорим, посмотри, за эти 20 лет, которые вот мы почти в служении, сколько людей поднималось и рушилось. Которые подходили с одного вместо другое, вместо ища себе не отцов, а тот, кто просто даст ему похлебку и не могут получить. По одной причине им нужен дом. Дом, где их любят. дом, где они чувствуют, что это их место. Дом, где можно расти и умножать. Конечно же, есть другая позиция усыновления, где люди, которые сироты, находят себе отцов, которые могут дать им путь обнадежить их, принять к себе домой. И знаете, у этих людей, по закону Моисея, им принадлежит большая часть наследия усыновленным детям. Больше наследия. Но я говорю о младшем сыне. Он нашел в себе силы осознать, что его поступок был неверным. Он нашел в себе силы дерзновения прийти навстречу к отцу. Он посмотрел ему в глаза. Он больше не считался достойным быть его сыном. Он был готов делать любую работу в доме отца. Но всегда знайте, что сыновья получат свою награду сыновства. Перстень на руку, радость в сердце, приготовленный стол, потому что их всегда ждут. Сыновей и дочерей ждет Господь. И как бы вы не пытались, у каждого дом есть дом. Те, кто смотрят нас по интернету, те, кто, может быть, думают, что происходит в жизни, я говорю вам, найдите ваш дом. В доме отца небесного обители много, правда? Но есть то место, где ты можешь подниматься, иметь отношение, быть накормленным. Мы сейчас встанем на наши ноги. Сегодня хлебопреломление. И суть младшего сына, притча о младшем сыне, это покаяние, раскаяние. Многие из нас понимают, что мы несовершенны. Мы можем спотыкаться, мы можем ошибаться, но сегодня у Бога есть призыв, призыв к примирению с Ним. Это примирение может произойти только через принятие Его Сына, через принятие понятия того, что Иисус Ишуа умер на Голгофском кресте за каждого из нас. Для верующего человека, который прошел водное погружение, осознание того, что через крови живой Мессии мы имеем завет и нам прощаются грехи. И если мы покаемся, если мы раскаемся в своих поступках, мы имеем свободный доступ к Богу. Удивительно, что Ишуа говорит, что тот, кто кушает хлеб и пьет вино, то есть тело и кровь Христа, имеет жизнь в себе. Это не просто хлебопреломление, это осознание того, что это есть тело и кровь Мессии для того, чтобы жить. Этот юноша сказал, я умираю, что от того, что у меня все так хорошо было, я умираю и мне нужен Отец, я умираю. И чтобы не умирать, нужно иметь отношение с Богом, а если с Богом, то и со всеми людьми иметь примирение. Сейчас во время поклонения прошу, чтобы те, кто прошли водное погружение, совершили тфилу обещание служить Богу верной совестью, чистой совестью, верно, могут подойти с последних рядов, взять мацу и взять здесь стаканчик с вином, встать на место. И Псалик говорит, рассуждать над телом Мессии. Сегодня нужно рассуждение. В этом доме достаточно хлеба, в этом доме достаточно вина, чтобы покрыть наши все грехи. Здесь есть еще, здесь есть Мессия. Так что давайте мы будем несмотря на свои поступки в раскаянии сердца приступать к телу Мессии с дерзновением. Пошу вас, пожалуйста. Те наше Мешуа. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Господь. Богословено имя Твое. Твоим Месуа. 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 Субтитры создавал DimaTorzok